здравствуйте дорогие друзья сегодня мы вот в новой обстановке снимаем ролик потому что у нас очень много работ у нас весь стол завален работами необыкновенной красоты и чем дальше все будет интереснее интересней сегодня очень много работы с германии мы вам покажем которые готовы уже эльвира из германии прислала 12 работ но мы еще не все сделали не на все пришел багет поэтому мы покажем вам только те которые сделали а следующий покажем позже а в конце у нас что будет а в конце у нас будет просто бомба они вышивка так что смотрите до конца это очень будет интересный ролик потому что масса работ огромное количество вот хочу начать с алмазной мозаики посмотрите какая краса красивая мозаика нам принесли на оформление оформили мы ее без стекла в багет но она покрыта лаком багет производства санкт-петербург здесь уже встроена паспарту выглядит как будто тоненькая рамочка и паспарту на самом деле это целиком багет такой очень интересно получилось и кто любит мозаику посмотрите какие теперь замечательные изготавливают мозаики так вот эльвира из германии вы вышел и такой замечательный сэмплер с лебеди и тут написано 1978 год это видимо когда изгот изготовлен этот сэмплер когда разработана схема я так думаю может быть что-то другое подразумевается посмотрите какой симпатичный оформили мы его в лаконичный багет под дерево эльвира любит вот такой простой лаконичный багет потому что у нее очень подходит такой багет в интерьер вот Субтитры подогнал «Симон» 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 Вот именно так оформлены были работы Очень красиво получается И еще один сэмплер Эльвиры вот такой Чертополох Говорят, он переночит цвету дачу, еще там что-то богатство Посмотрите, да, здесь какие-то короны вышиты Очень оригинальная работа Она тоже оформлена в деревянный багет Субтитры подогнал «Симон» Вот это работа Елизавета Ерофины из города Судак, из Крыма Она вышла ракушке, морское дно Прислала нам ракушки, и мы вот так оформили В коробочку, там двойное паспарту И вот эти ракушки мы все приклеили вот сюда Получилось такое морское дно Мне очень нравится, здорово получилось Багетик такой с протиром Очень подходит по цвету, мне кажется Ну, вырезано на станке паспарту Вручную так очень сложно Судить вам, как это получилось Я думаю, что отклики будут на эту работу Вот эту работу очень хочу показать Она такая в детскую комнату Очаровательная милота такая Котятки, вот посмотрите Такие мультяшные, вышитые Багет деревянный с протиром И еще есть несколько работ Мы будем ждать до конца октября Потому что багета этого сейчас нет И поступит он только в конце октября, начало ноября И хозяйка согласилась ждать И вот будем ждать, потому что у нее все в таком стиле оформлено И нужно именно такой багет Нужен нам Под интерьер подбирали в основном В основном под интерьер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что вот эта вышивка Я думаю, что это Дим Во всяком случае, похоже Хотя здесь нет Бэка совсем Вряд ли это Дим Вышивала Алина из Санкт-Петербурга Багет наш любимый, традиционный Со встроенным паспарту Вот такое оформление она выбрала себе В свой интерьер Да, там даже, по-моему, что-то такое Как церковь проглядывает Ну, может быть, это и какой-то наш Нашей разработки Ну, да, может быть, кто-то знает, чей это набор Тогда напишите, пожалуйста Такие синячки симпатичные ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин А вот это я не знаю имя вышивальщицы Но очень сложная вышивка Здесь только Бэка, посмотрите Еще и на черном фоне Вышивальщицы из поселка Северский Выбрали мы багет нашего производства Российского С серебряным кантиком И здесь, и здесь Очень симпатично получилось Она сама выбирала этот багет Никто ей не советовал, она сама выбрала Посмотрите, как хорошо получилось Такой лунный кот сидит на веточке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что вынесли из мастерской Саша Максимов вынес Вот Светлана из Ярославля Вышила вот такой вид Санкт-Петербурга Посмотрите, какой замечательный сюжет Отражение Здесь в основном отражение Все это очень здорово смотрится Потому что отражение просто Вышивать очень сложно Но кажется, что он очень простой Но на самом деле Вот это отражение вышивать очень сложно Здесь двойное паспарту Такой тоненький багетик Очень лаконичный В то же время такой элегантный И очень хорошо сочетается с фоном Который есть на картине Из Ярославля Светлана вышивала А поедет к Гатчину в подарок Будем отправлять его в город Гатчину В наш тут рядышком городок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот, друзья мои, розы Которые мы вам уже показывали В прошлом ролике Посмотрите оформление Оформление подбиралось под вазон Вот такое серебро Под серебряную вазочку И черная рамочка Поддерживает фон Она не совсем черная Она такая с серым протиром И впечатление, что вот как раз Она подходит под эту ткань Которая уже как бы На ней имеются следы времени Но тем не менее Очень хорошо подчеркивает Вот эту красоту розы Эта вышивка приехала к нам из Астрахани Это старинная вышивка Ей порядка 80 лет Вот так мы ее оформили Я думаю, что хозяйке понравится Вот хочу вам показать работу Это молодой человек вышивал Олег Из Санкт-Петербурга Работа очень сложная Семплер Но интересная очень работа Багетик он выбирал сам Но мне кажется, что он очень гармонично Подчеркивает вот эти акценты Которые есть вот здесь На вышивке Очень сложный рисунок Конечно, мне такой не вышить Наверное, никогда Но вот наши мужчины тоже вышивают прекрасно И, кстати, они вышивают даже иногда лучше, чем мы, женщины Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, вот еще вам одна работа для обсуждения Кот Шаман Вышивала Татьяна из Санкт-Петербурга Она наша постоянная заказчица Она вышивала его в пару Еще есть кот Каллиграф Он был оформлен в такой же багет Поэтому мы сделали прямо размер в размер Чтобы по величине рамочка была такая же И вот, но говорят, что эта схема очень дорогая Я, правда, не видела ни разу И вот Татьяна тут попришивала всякие штучки Всякие разные стразики, бусинки Очень интересная работа Но красивая, но на равномерке, ребята Очень сложная И бэка много В общем, такой кот красивый Прямо невозможно глаз оторвать Посмотрите, какая красота И вот еще одна работа Вышивальщица тоже из Северской Тоже имени не знаю Посмотрите Я думаю, что это авторская схема Если кто-то знает, что это набор, то напишите Но мне кажется, что это авторская Потому что я нигде не видела такого набора Кот как живой Ну просто замечательно Выбирали они тоже рамочку сами Под свой интерьер Ну довольно-таки хорошо получилось Котик такой прямой живой-живой Хорошенький-хорошенький ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот еще сэмплер Вот еще сэмплер у нас из Риги Вот, смотрите Это наши постоянные заказчицы Людмила Ивановна из Риги Такой вот сэмплер замечательный Очень интересный Она вышивает или большие работы Или вот такие сложные сэмплеры ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вторая ее работа Ой, какая замечательная Это мы уже подходим к тому, что Показываем все Работы сложнее и сложнее Посмотрите Это город Брюге Я не знаю, чей это набор Может быть Нет, даже не буду озвучивать Потому что не знаю Багет подобрали в тон Вот этим акцентом Которые здесь находятся Мне кажется, очень гармонично получилось Людмила Ивановна Людмила Ивановна Оформляет все свои работы Без стекла Потому что Висеть они будут Далеко за городом Поедет это все в Ригу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин И сегодня у нас Та-дам! ЭСТ Наша всеми Глубоко уважаемая ЭСТ Разработка Ирины Евгеньевны Была на Формуле рукоделия Посетила тоже Их Стенд Очень красивые работы там И вот наша вышивальщица Из Санкт-Петербурга Это Ирина Она принесла Вот такой натюрморт Замечательный Вышивала она его полтора года Но сложный Очень сложный Вот мне, например Это уже не под силу Я даже не замахиваюсь На велья Монашего Шекспира Потому что Мне уже это Я только могу смотреть Облизываться Завидовать Вот Но Очень хорошая работа Прекрасная Нравится мне она Очень Симпатичная такая И все такое живое На ней Особенно вино Слушайте Вино просто живое Вот такая красота Ирина, конечно, говорит Сложно тоже Ей было вышивать Вот так что Я даже Не возьмусь За такую работу Потому что Мне это уже Не под силу И еще одно Эсте Ну это Мой любимый Вариант Русская красавица Посмотрите Какая красота Какая сложная работа Это еще сложнее Чем Мне кажется Чем натюрморт Здесь столько деталек мелких И столько много Одиночных крестиков Поэтому Я думаю Что это даже Пяти там Наверное Вышито Настолько мелко Мне кажется Это пяти Даже Вот Посмотрите Какая красота Оформили мы его В обратный багет Очень Подходит По тональности Очень Идеально Просто Подходит И вот этот Вот рисунок Очень хорошо Сочетается С бусами Мне кажется Очень здорово Получилось Вышивала Ее Елена Как вы понимаете У нас Вышивает Очень Много Елен и Татьян Но Ирины Вот тоже Сейчас пошли Вышивать Тоже начали Много Ирин появилось Но и на самое Вкусное На самое На самый Как бы Пик Мы сейчас Вам покажем Такую работу Что я даже Не знаю Как ее сюда Принести Как ее Вам поставить Как ее Показать Здесь Для этого Мне нужно Ненадолго Наверное Отключиться И Хорошо Сейчас Мне самой Ее даже Не принести Называется Эта картина Озеро в горах Я ее назвала Байкал А мне кто-то Написал Вконтакте Байкал В Альпах Я вообще Я так смеялась До невозможности Это Какая-то гора В Альпах Не буду уже Теперь называть Вышивала ее Ольга Прудникова У нее есть Свой Ютуб Канал По-моему Даже Обязательно Посмотрите И Схема Это Анна Яки Да Схема Анна Яки Анна Яки Это фамилия Очень хорошая Разработка Посмотрите Это просто Шедевральная Работа Такая Масштабная Это все Так мелко Я не понимаю Даже как это Можно вышить Для меня Это вообще Темный лес Такое бы я Никогда не смогла Вышить Наверное Всю жизнь Вышивала Надо с рождения Начинать И до старости Вышивать Мне пришлось бы Оформили мы его Вот в такой багет Который Сочетается Вот с этими Акцентами Я думаю Что Оле Понравится Она мне сказала Оформлять ее На свой вкус И мне кажется Что Удалось Оформление Потому что Вот здесь В этих Подсветке Вот в этой Переданы Вот эти Акценты Гор Так что Вот так Мы подбирали Старались Чтобы И с Рыженьким Сочеталось И вот С этими Горами И мне кажется Что эта рама Как раз Передает Эти цвета Но вот Такая красота Смотрите Я буду держать А Кирилл Будет снимать Потому что Мы боимся Как бы Выдержит ли Наш Мольберт Эту красоту И этот масштаб Мольберт Вот столько Красивых Работ Сегодня Я вам Показала Пишите Комментарии Ставьте Лайки И Оцените Работы Вышивальщицы Такие Грандиозные Красивые Я думаю Что В скором Времени Вот сейчас Уже Понесли Много Работ Я думаю Что В скором Времени Мы вам Еще Постараемся Накопить И показать Такую Же Красоту Но Озеро В горах Это что То На этом Сегодня Все До новых Встреч Пока Пока